МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно же, сегодня хочется сказать о том, что стремительно захватывающая мир пандемии коронавируса и связанные с этим всеобъемлющим процессом масштабные общественные экономические изменения – это предлог для мошенников, открывающий для их деятельности широчайшие перспективы и возможности. Многие люди из всех социальных слоев общества попали в затруднительную ситуацию разной степени тяжести. Страх заболевания, потери источников дохода, неуверенность в завтрашнем дне, паника на фоне навалившихся проблем. И потерь – это факторы, провоцирующие даже весьма адекватных людей на неприсущие им ранее неадекватные действия и поступки, чем, естественно, успешно пользуются мошенники. Да, Мария, к сожалению, мы с вами опять продолжаем разговор на данную тему. И в последнее время различные источники информации фиксируют уже четырехкратный, вот как мы с вами встречали, с того времени уже четырехкратный рост мошеннических преступлений. Больше половины, конечно, это кибермошенничество, но мы сегодня с вами на эту тему поговорим. Мошенники, как всегда, открыли свой ящичек Пандоры и вспомнили про любимый свой классический способ – звонки по телефону. Вот об этом мы поговорим сегодня тоже. Больная тема сейчас для многих – все, что опосредованно связано с работой, источниками дохода. Для физических лиц – это вопросы потери работы, увольнения с прежнего места в связи с сокращением рабочих мест и ликвидацией организаций. Для юридических лиц на первый план вышли вопросы взаимодействия с партнерами из заведения режима всеобщей самоизоляции, остановки деятельности предприятий и закрытия границ. Мария, ну в связи с эпидемией пандемии действительно мошенники получили для себя широкое поле деятельности. Значит, если мы сегодня говорим с вами о мошенничестве в сфере трудоустройства, начнем мы, наверное, с физических лиц. Что бывает с физическими лицами в этом плане, в плане мошенничества? Значит, люди, многие, мы говорили уже о том, что кто-то потерял работу, у кого-то уменьшился источник дохода, кто-то ищет себе подработки. И, естественно, у нас на рынок выходит предложение о работе. Что у нас делают мошенники? Они в этом предложении о работе предлагают пройти заочное собеседование. Онлайн-собеседование. Что, в общем-то, правильно, в общем-то, правильно. Режим же самоизоляции. Режим самоизоляции через Zoom. Вот сейчас все общаются через Zoom. Правительство через Zoom, президент через Zoom. И собеседование через Zoom. Поэтому во всех этих предложениях о работе существует ссылочка, по которой можно пройти, как бы предлагают мошенники, собеседование на работу. На самом деле, когда человек проходит по этой ссылочке, мы с вами уже об этом говорили, он попадает на фишинговый сайт, и мошенники получают доступ к его гаджету, к его данным, данным его карточки, к его личным данным. Это один вариант. Бывает еще один вариант. Вариант номер два. Когда вроде бы уже человек и прошел собеседование, но мошенники ему говорят, что прежде чем вы начнете работать, вы должны приобрести какие-то определенные методические материалы. И человек, да, человек либо вводит данные карточки, у него воруют данные карточки, либо человек делает покупку. После того, как человек сделал покупку, вот этих методических материалов, естественно, мошенники удаляют аккаунт, и больше они для него недоступны. Ну, доступны становятся средства с карты. Средства с карты, да. Поэтому, Мария, мы с вами в очередной раз, да, людей предупреждаем, что, внимание, пожалуйста, по ссылкам, что мы делаем? Не проходим. По ссылкам, да, мы... Ничего не кликаем, никуда не заходим. Не переходим. Данные банковских карточек мы никому не сообщаем. Ничего не покупаем. Ну, вот, к сожалению, вот так. Ирина Анатольевна, это виды мошенничества в отношении простых людей, которые остались без работы, отчаянно пытаются найти источник дохода. Что же придумали мошенники, чтобы обманывать целые компании? Мария, ну вот придумали, придумали такие вот ложные бизнес-партнеры, как бы мы называем это, ложные бизнес-партнеры. То есть вот эта веерная спам-рассылка, она растет. И по статистическим данным компании Microsoft ежедневно блокируется ежедневно 240 миллионов, ежедневно 240 миллионов спам-писем, в которых только присутствует аббревиатура COVID-19. То есть вот только с COVID-19 каждый день 240 миллионов блокируется компания Microsoft. но это так называемая холодная рассылка. Ну, холодная рассылка, вы знаете, что такое, да? Если у вас стоит антивирус, то антивирус распознает эти письма, и они отправляются в спам или в корзину. Но мошенники на этом не остановились, им это неинтересно. Там даже в холодной рассылке, если какой-то процент выстрелит, это и то для них выгодно. Но они придумали рассылку горячую. Что это такое? Это значит, что они рассылают спам-письма не просто так, а по специально заранее сформированным спискам. Я вам сейчас расскажу, как это происходит. Значит, вот те компании, деятельность которых наиболее востребована в период пандемии, ну, вы сами понимаете, какие это компании. Это компании по доставке, это транспортные компании. То есть у нас все сейчас производители, у нас супермаркеты, торговые центры, магазины, электроники, все пытаются работать, но при этом, чтобы люди могли, имели возможность приобретать товар, даже оплата была бесконтактная. То есть товар доставляют. Чем мы пользуемся мошенники? И кроме этого, вот перевозка для людей закрыта границей, но перевозку грузов-то никто не отменял. То есть для грузов открыты границы. Грузы пересекают границы легко. Поэтому мошенники тоже этим пользуются. Ирина Анатольевна, как работает придуманная мошенниками система горячей рассылки? Ну давайте мы рассмотрим пример на любой компании, которая занимается доставкой. Как это бывает? Ну, в принципе, логистика – это такое дело, когда всегда нужны какие-то согласования, кто-то запаздывает, что-то обязательно случается. То есть люди, менеджеры, которые работают в логистике, они должны быстро-быстро вот эти все проблемы решать, чтобы груз был доставлен вовремя. Вне зависимости от того, где там застряла машина, и что случилось. Проблем много. А вот в условиях всеобщей такой, всемирной пандемии, вот количество этих ежедневных накладок становится гораздо больше. Вот этим-то и пользуются мошенники. Ну что они делают? Они отправляют письма. Отправляют письма вот тем менеджерам, которые работают в логистической компании, они стали получать такие вот письма какого-то неопределенного содержания. То есть в этом письме им пишут, что просим вас там как бы обеспечить своевременную поставку какого-то товара. То есть письмо ни о чем. И в этом письме существует ссылочка. То есть весь расчет на то, что менеджер, который и так загружен вот этой вот работой, на эту ссылочку нажмет машинально. Как только менеджер нажимает на эту ссылочку, к нему попадает вредоносный вирус, и, соответственно, его гаджет уже заражен. Значит, самое типовое письмо. Вот самое типовое письмо, оно такого вида, что, значит, мошенники ссылаются там на Китай, на Италию, на Испанию, на любую страну, что по вине вот этой вот страны они не могут выполнить взятые на себя обязательства. Значит, в связи с тем, что они не могут из-за этой страны выполнить взятые на себя обязательства поставки товаров, они должны этот товар заказать у других поставщиков, поэтому они просят менеджера согласовать номенклатуру, там спецификацию, и менеджер автоматически, ну, вот представьте, сколько заказов, да, то есть у человека голова и так загружена, он автоматически нажимает на это письмо, чтобы узнать, от кого это письмо. А письма обычно подписываются каким-нибудь, знаете, вот международным именем, международным, но на английском языке, допустим, там Роза, Анна, Мария, ну, по-английски. Человек просто нажимает, ну, что там за Мария, я забыл, что там у нас за поставка, он нажимает, и все, вредоносная программа у него уже в гаджете, поэтому все, что у него было в этом гаджете, к этому имеет доступ мошенники, вот таким образом. Мошенничество по телефону наиболее распространенные случаи в период пандемии. Да, совершенно верно. И в период пандемии, к сожалению, вот этот вот у нас способ получил дополнительное распространение. Здесь используются два варианта. Вот мы с вами рассмотрим оба. Один вариант такой классический более, а другой такой, знаете, уже творческий, творческий вариант, то есть с учетом тенденции, с учетом апеллирования к пандемии коронавируса. Ну, распространенный вариант, это то, что на телефон человеку приходит сама сообщение, что какие-то там вот производятся подозрительные действия с вашим банковским счетом. Поэтому счет временно заблокирован. Для того, чтобы получить информацию, вы должны позвонить по такому-то вот телефончику. Вот я просто рассказываю для того, чтобы зрители все это понимали, как действует эта схема. Здесь вот чисто психологический расчет. Человек, естественно, звонит по этому телефону, но трубку не снимают. Там звучит музыка классическая или джаз. До бесконечности, да. Вот вы смеетесь, Мария? А это все, это именно мошенническая схема. Звучит музыка, и приятный женский голос время от времени говорит, что вы очень нужны для нас. Пожалуйста, подождите, все операторы заняты. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы человек занервничал, чтобы у него поднялся уровень адреналина, чтобы он хуже соображал. Значит, после того, как заканчивается музыка, отвечает оператор, который одновременно, ну, оператор, конечно, в кавычках, да, который одновременно, опять-таки, в кавычках, является сотрудником службы безопасности. И вот этот сотрудник службы безопасности человеку начинает объяснять, что да, вот были там какие-то действия в отношении вашего счета, но вы не переживайте, мы ваш счет заблокировали, да, заблокировали, у вас все хорошо, то есть его успокаивает. И в процессе того, как он его успокаивает, он говорит, а теперь нам надо ваш счет разблокировать. А для того, чтобы ваш счет разблокировать, вы должны сообщить мне банковские данные все, то есть данные вашей карточки, в том числе и циферки, которые находятся сзади. Вот наш с вами код, который мы никому не должны сообщать. После этого человек, он уже накрученный, он уже под адреналином, он нервничает, здесь у него такие ласковые голоса, естественно, он все сообщает, мошенники получают доступ к его банковской карте. И очень быстро я вам рассказывал, не больше часа, с учетом всех блокировок, с учетом сообщений, вот на телефон, да, СМС, о том, что с вашего банковского счета сняты денежные средства, денежные средства уходят к мошенникам. Но это способ номер один. Следующий способ, способ номер два, с учетом современных реалий. Я называю этот способ творческий. То есть мошенники, к сожалению, эксплуатируют все негативные новости, которые у нас сейчас присутствуют в общественном пространстве. Что они делают? Они пытаются взломать банковскую карту клиента удаленно. Но для того, чтобы взломать ее удаленно, они должны опять-таки получить к ней данные, которые дадут доступ к этой карте. Они просто от имени банка обзванивают клиентов и рассказывают, что на фоне пандемии коронавируса участились мошеннические действия. А вот мы вам звоним от службы безопасности банка для того, чтобы вас спасти. Вот представляете, какой вот просто цинизм, откровенный цинизм. Вот мы с вами улыбаемся, но на самом деле и вот эти вот мошеннические действия в отношении лиц молодых, молодых, продвинутых, которые постоянно пользуются гаджетами и картами. В чем здесь как бы подвох? Мошенники звонят, они не спрашивают никакие данные, ни паспортные, ни номер карты, ни доступ к онлайн-банку, ничего. Но они просят молодых и продвинутых, так как является службой безопасности банка якобы, скачать удаленную программу, удаленную программу на свой телефон, чтобы они у себя в службе безопасности смогли пресечь эти мошеннические действия. Естественно, люди скачивают эту программу удаленно и удаленно, очень быстро лишаются, к сожалению, своих денежных средств. Вот такие вот дела. Ирина Анатольевна, я слышала об участившихся случаях мошенничества по телефону в отношении ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, Мария, вот этот вот способ, он циничный и он вызывает прям такое отвращение, потому что в руки мошенников попали базы данных тем, кому ветеранов и тружеников тыла, кому по президентскому указу, у нас выплачивали, вы знаете, да, приличную сумму денег. Каким-то образом эти списки попали к мошенникам, мы не знаем каким, но они к ним попали. Что они стали делать? Они здесь подняли вот свою классическую телефонную схему, обманывали бедных пожилых людей. Но надо понимать, что это совсем уже пожилые люди, совсем пожилые люди. И вот сейчас они находятся в изоляции. Вы представляете, как страшно? То есть это люди там 90 плюс-минус. Они уже плохо видят, они плохо слышат. Они находятся в изоляции от своих родственников. И вот эти мерзавцы звонят им по телефону. Как всегда в телефоне классическая схема. Шумы, хрипы. Бабушка, я там твой внук. Мама, я твой сын. Я попал в аварию. Что-то здесь случилось. Срочно, срочно нужны деньги. И вот эти несчастные пожилые люди и переводят деньги, и бегут, снимают, и кто-то за этими деньгами приезжает. Ну, в общем-то, Мария, очень много пожилых людей вот так вот, к сожалению, пострадало. И уже даже были по центральному телевидению. Я видела передачи, когда первых вот таких мошенников ловили. Их на самом деле было много. И как плакали наши бабушки. И, честно говоря, смотреть это, конечно, невозможно. Вот это вот, я считаю, очень страшное преступление, за которое надо наказывать особенно, особенно жестоко. Ирина Анатольевна, спасибо за интервью. Информация действительно актуальная. И я думаю, что еще не раз мы об этом поговорим в нашей студии. Мария, ну вот, к сожалению, еще не раз. И вы видите, что в условиях пандемии, когда люди должны по божеским и человеческим законам друг другу помогать, вы видите, как ведут себя мошенники, что их преступления становятся все более страшными и циничными. И я считаю, что мы должны об этом обязательно информировать наших жителей. Спасибо. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго и до свидания.